16 тысяч звонков. Столько ежедневно поступает в поликлинике области. В регионе фиксируют рост числа заболевших ОРВИ. В медучреждениях выводят дополнительные бригады докторов и увеличивают продолжительность смен. Как справляются экстренные службы узнавала Екатерина Стывко. Скорая 12-я, город Новосибирск. Добрый день. Звонки в диспетчерской раздаются каждую минуту. Жалобы большинства пациентов. Головная боль, кашель, высокая температура. Число обращений на этой неделе выросло почти в три раза, говорят сотрудники скорой. А когда стало тяжело дышать? Резко, внезапно или постепенно нарастала эта одышка? Задача диспетчера определить, в каком состоянии сейчас находится пациент. Есть ли угроза его жизни? Если да, отправить бригаду скорой. Если повышение температуры сопровождается рвотой, если повышение температуры сопровождается сыпью, и если повышение температуры сопровождается нарушением сознания, либо развитием судорожного синдрома. Вот это есть поводы для вызова скорой медицинской помощи, для реагирования и для госпитализации. В остальных случаях вызов передадут в поликлинику и в течение суток должен прийти дежурный доктор. Сейчас регион захлестнула волна вирусных инфекций. Случаев гриппа и ковида пока мало. В основном регистрируют ОРВИ легкой и средней степени тяжести. Нагрузка на первичное звено колоссальная. Медучреждения переходят на особый режим работы. Мы выводим все поликлиники на этой неделе в субботу-воскресенье в режим полного рабочего дня. То есть все поликлиники будут работать по неотложной помощи в субботу и воскресенье с 8 утра до 20.00. Или будем говорить так, до обслуживания последнего пациента. И вызыва будут приниматься с 8 до 19.00. Кабинеты неотложной помощи открыты во всех поликлиниках города. Прийти туда можно без записи. Правда, очередь живая. А вот закрыть больничный лист реально дистанционно. Но все же в неблагополучный пиццезон врачи советуют избегать массового скопления людей. И при первых признаках ОРВИ по возможности оставаться дома, чтобы не заражать окружающих. Екатерина Стывко, Борис Гладких, Новости ОТС.